Ну, это на 20 минут. Так, Кок прислал нам сообщение с покрытием комиссии. Спасибо огромное, Кок, ты солнышко. Вопрос, наверное, Баян. Но существует ли постмодерн и метамодерн и прочее? У вас вроде разные взгляды на этот вопрос. Ну, на мой взгляд, постмодерн и метамодерн — это концепции, которые нужны просто, чтобы в среде культурологов как бы можно было пиздоболию под... Ну, я на самом деле с маргиналом здесь по большей части согласен. Удерживать. Если ты... Чтобы в принципе была культурология. Ну, да и это тоже, да. Нет, в принципе культурология может быть без этой темы. Ну, то есть, соответственно, может быть без данного... Ну, то есть, без разделения на постмодернизм и модернизм. Вполне можем себе представить такую культурологию. Если ты вне этой среды, то важно понимать, что это, ну, типа макулатура, которая нужна для того, чтобы поддерживать существование, ну, определенных факультетов. Факультетов, да, да. Нет, конкретно определенных факультетов в мировых вузах и как бы все. То есть, блядь, просто километры, блядь, макулатуры написаны ни о чем. Не, ну, здесь в принципе все просто. Ну, то есть, согласен. Но не то, чтобы макулатура ни о чем. Там есть определенные аргументы в поддержку этого. Есть определенные резоны, из-за которых они все это описывают. Но формально говоря, формально говоря, я опять же не поддерживаю здесь радикальность маргинала. Радикальность маргинала мы не поддерживаем. Это, наверное, нужно. Это какое-то описание. Это какой-то способ работать с темами. Но, блядь, мое отношение к этому состоит в том, что это просто определенная периодизация, которая неминуемо возникла в том или ином виде. Потому что разные этапы развития культуры в тех или иных обществах или вообще, в принципе, в общемировом масштабе, их бы в любом случае какие-то... Короче, ежекоммунист, он поддерживает формационный подход. Все понятно. Поехали дальше. Каким-то образом классифицировали, что вот это вот это, а вот это вот оно вот это. И здесь уже у нас тут произошел фаза... А вот это, вот это, вот это, вот это, а оно вот это и вот это. А вот тут, вот тут так, вот тут это, вот это, вот это. Охуенное объяснение, спасибо. Хорошая позиция. Качественный переход. И я не считаю... Качественный переход, блядь. Короче, ежемарксист, добро пожаловать. Добро пожаловать в реальность, друзья. Многие, наверное, не догадывались, но ежесармат марксист. Что вот это вот разделение там на премодерн, модерн, постмодерн, там еще как-нибудь говно. Она, как бы, сильно хуже, чем, я не знаю, информационный подход сраный или там еще как-нибудь говно. То есть такая же... Ссылка у меня, кринж вроде. Такая же система периодизации, которая, ну, для каких-то отдельных... Спасибо, Маркус, оценим, кринж или не кринж. К исследователям призвано что-то облегчить, а для каких-то других что-то усложнить. Спасибо за 230 рублей, большое спасибо. Да, 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 но она слишком популярная. Да, она очень популярная. Но она причем популярная не столько у профессионалов, сколько у долбоебов каких-то с улицы непосредственно. Что, кстати, кажется очень странным. И поэтому мы не можем просто от нее взять, отмахнуться, сказать, что-то типа маргинальное. Да, можем. Но, блядь, можем не по принципу маргинальное, а не маргинальное, а просто по принципу, что хуйня написана. Говно какое-то ненужное. Нет, она, бля, по сути. Особенно про постмодерн конкретно. То есть сколько не перечисляют особенных свойств постмодерна, эту всю хуйню можно в любом другом периоде найти. Да, да. Этот аргумент я уже приводил, соответственно, на своих стримах, связанных с модерном, постмодерном. Маргинал, может, смотрел мои стримы и повторяет мои тейки, но я шучу. Не, на самом деле тут, как бы, критика модерна и постмодерна, она, наверное, на поверхности лежит, она довольно очевидна. Адам смешит и пишет. Я же так долго собирал аргументы против марксизма, что случайно ими заразился. Есть такое. В огромном количестве. Это все, блядь, ирония, использование готовых форм, скептизм. Везде есть. Нарративом, любая хуйня. Да, есть везде. Ты херай ее, блядь, вот, как только письменность появилась. Согласен. Ну, погоди, а как быть с отсутствием каких-то вот ценностных устремлений на уровне церкви? На самом деле, мне нравился только ты. Маленький, толстый и несуразный. С глазами лемура, с усами мечты. Такой тупой и однообразный. Кудряхи твои, твой пивной живот. И стихи, от которых из жизни нашел бы я выход. В поэзии клоун, в прозе урод. В жизни известный, как Дмитрий Быков. Слышно, это раз. Передаю привет от Кристины и благодарность за приятный вечер. Спасибо. Что за Кристина, я не знаю. Ну, принимаю привет от Кристины. Передаю тоже привет Кристине. Спасибо прекрасному творцу. Большое-большое спасибо. В следующий раз, если хотите прочитать мои стихи, можно попробовать голосом Сакрамара. Я знаю, вы умеете. Это будет смешно, я думаю. А, Криста. Кла, понятно. Вот-вот, что за Кристина. Приветствую тоже. Это не броски от Шадов был. Ну ладно, нормально. Таких культурных паттернов. Спасибо. Раньше, по-твоему, тоже это было? Их никогда не было. Что-что? Их никогда не было. Никогда не было культурных паттернов. Ну, то есть, да. Не было. А, их никогда не было. А, окей. Ну, тогда, да. Тогда, действительно, я понимаю твою позицию, почему ты считаешь, что это классификация. Не, ну, то есть, на самом деле, нет ни одного автора, который был, по большей части, бы там, ценностно-нейтральным. Даже среди постмодернистов. У постмодернистов разные ценностные ориентации. Даже у Пелевина, даже у Сорокина, у них разные просто ценности. Это не чистая критика, в которой вообще нет ничего ценного. Там даже стилистика есть, как бы, своя. Правда, своя, но есть. Там много ценностных каких-то... Ну, не нужна просто. Нет добра и нет зла, есть только плоть и последовательности, которым она подвержена. Нет, это не вопрос. Знаешь, откуда цитата? Это из какого-то фильма, наверное. Да, это восставшие из зада три. Да, я так и знаю. Я так и знаю. Нет, понимаешь, смена культурных парадигм это не про добро и зло. Это про то, что в определенной эпохе у людей в силу тех или иных причин у них одни ценностные ориентиры, а в какие-то другие эпохи люди под воздействием, опять-таки, те... Проблема заключается в том, что в разные эпохи, ну... Мы когда говорим про эти эпохи, речь идет прежде всего про эти эпохи в рамках искусства очень ограниченной группы людей. Это раз. То есть, очень интересный пункт должен быть заключаться здесь вообще в принципе в том, что, например, искусство так называемого модерна, это искусство, ну, далеко не многих людей. Это искусство меньшинства. Это, так скажем, может быть даже элитарное искусство. Это искусство тех людей, которые умеют, блядь, читать хотя бы. А когда речь идет про искусство более такое вот современное, которое доступно уже в принципе всем, всем, да, это уже искусство такое постмодерна оказывается. И то критерий хуёвый. Просто наконец-то в один момент люди научились читать, и начался постмодерн, блядь. Тех или иных событий, они утрачивают ценностные ориентиры, и они находятся в таком состоянии некого такого внутреннего пиздеца, который неминуемо выливается в пиздец внешний. Потому что эти люди, они все равно создают какие-то произведения искусства, культуры там и так далее. И эти произведения искусства и культуры, они носят на себя отпечатаны. Да не, я согласен, Джон Дойе, но просто сейчас в наши дни про всякие постмодернизмы говорит любое быдло как бы уличное, понимаете, в чем дело. То есть, если раньше какому-нибудь ебаному крестянину, там, не знаю, сыну ебаной кухарке, доярке, плевать было по большей части на то, что, в общем-то, происходит в культуре, в большой, и она не использовала слова типа, там, модернизм, там, барокко, рококо, хуико, да, соответственно, то сейчас мы можем увидеть у человека с уровнем интеллекта и с уровнем развития вообще всего, что у нее там есть в голове, да, на уровне доярки, да, например, она может говорить такие слова, как постмодернизм, модернизм, там, та-та-та, тратататат, а такая хуйня, знаете, вполне распространена в рашке. Что эти люди, они утратили смысл своего существования. У меня очень простой ответ, смотри, на самом деле сейчас все выглядит как какое-то отсутствие ценностных ориентиров, просто потому что эпоха, в которую мы прямо сейчас живем, она наиболее для нас приближена. Согласен. Если бы мы в таком же приближении смотрели любую другую эпоху, мы бы тоже охуевали от отсутствия ценностных ориентиров. Десмысленное. Собственно, что? Ну, кстати, я здесь с маргиналом тоже во многом согласен, потому что мы обычно наблюдаем за другими эпохами со стороны, а за эпохами прошлого, а за эпохами настоящего мы скорее непосредственно уже глядим, уже вот как-то вот напрямую взаимодействуем с ними. С маргиналом здесь тоже согласен, хороший аргумент. А это, ну, в смысле, бессмысленное. Потому что у тебя нет возможности взять и проверить право-вправо-право. Да нет, вот дохуяй. Проблема в том, что даже если у него нет возможности проверить, я же у тебя нет возможности проверить обратное утверждение. Оба сосёте хуй, соответственно. Тихо цитат всяких древних хуёв, которые говорят, блядь, всё пиздец. Да, но ты интерпретируешь через что? Через что ты их интерпретируешь? Ну, через своё нынешнее восприятие. Ну, нынешнее восприятие, да. Ну, ты их из постмодерна? Это бессмысленное утверждение, потому что оно в любом случае будет нынешнее. Когда бы я на него не посмотрел, оно не может быть вчерашним или завтра. Да, следовать на всё бессмысленно. Ну, да, заебись, и всегда было. Ну, так нет, что всегда было. Подожди, не можешь, говорить, относительно того, что всегда было. Ты можешь говорить только про сейчас. Но если мы не можем говорить о том, что всегда было, то это как раз-таки обессмысливает всю историческую периодизацию, какая бы она ни была. Да, это в том числе маргинал правильно указывает, что это обессмысливает саму постановку проблемы вот этой вот постмодернизма и модернизма. Потому что мы не знаем, что было, когда был модернизм, соответственно. И тогда Ежа опять обосрался. Неожиданно. Как же мне нравится Ежа. Ежа умудряется обсираться на пустом месте. Ежа молодец. Как вам, да? Ежа молодец. Вот ты пришел к тому, что все бессмысленно. То есть ты субъект постмодерна типичный. Та-да. Охуеть. Смотри, во-первых, у нас до постмодерна там, блядь, модерн, премодерн и так далее. Этого ничего нет. Не субъект модерн. Нет, если мы субъекты постмодерна, то модерна и премодерна не существует, получается. Потому что мы не можем. Мы не можем про них ничего, в принципе, сказать. Не можем. Ну, точнее, можем, но только с позиции настоящего. Это разрушает всю периодизацию полностью. Ее тогда нет тоже. Нет, ну вообще самая большая проблема разделения на модерн и премодерн заключается в том, что сейчас в ебаную эпоху постмодерна по какой-то причине на самом деле в интеллектуальном сообществе правит тотальная модернистическая ебаная наука. Наука – это порождение ебучего модерна со всеми возможными вытекающими последствиями. Наука продолжает основные течения и тенденции модерна и нисколько этого, собственно, не стесняется. И довольно странно, что эта самая ебучая наука, которая, в принципе, да, вроде бы должна быть в эпоху постмодерна презираема, считаться она должна глупой в эпоху постмодерна, бессмысленной. Она таковой, по большей части, не считается. И даже Uber Marginal непосредственно там и Ежесармат перед наукой непосредственно преклоняются, говорят, ооо, какая охуенная наука, блять. Если все бессмысленно, то и наука бессмысленна. Если все бессмысленно, то и исследования бессмысленны, соответственно. Методология, значит, научная, тоже бессмысленна, соответственно. Все, чем занимаются ученые, бессмысленны. Значит, у ученых не должно быть авторитета. Ну, то есть, ученые, по-хорошему, должны быть чем-то на уровне каких-нибудь там поп-звезд, на самом деле. Типа, не знаю, вы там любите либо Бритни Спирс, либо там Хокинга, и все. И разницы какой-то содержательной у вас быть не должно, если по-хорошему она есть. Для большинства людей разница между Бритни Спирс и Хокингом определенно есть. Вот так вот. Многие не знают про Хокинга вообще, на самом деле. Ну да ладно. Значит, это как бы, во-первых, в постмодерне пропадают ориентиры, если мы находимся в постмодерне, тогда периодизации нет. И представления, да, они тоже ложные. Значит, как бы... Ну и, блядь, маргинал модернист. Ну, то есть, пизду. Если по такому делению вообще судить, маргинал никакой нахуй не постмодернист. Он, скорее, просто немножко ебанутый модернист, у которого, блядь, логика на первом месте стоит. Логические построения, блядь, там, не знаю. Вот вся такая другая, такая вот модернистическая хуета, короче. То есть Ежи вменяет ёбаному модернисту, вообще одному из самых ёбаных модернистов, вообще на всём, как бы, Твиче и Ютубе, он, как бы, блядь, эмпирик, понимаете? Он эмпирик, он настолько модернист, что он эмпирик, как бы. И вот этому ебаному модернисту он, как бы, внушает, что он постмодернист. Охуеть! Дальше. Значит, если мы рассуждаем не с позиции того, что уже есть какие-то периоды, что мы живём в постмодерне и так далее, а вот смотрим на то, какое определение можно дать постмодерну, то есть какие там у него свойства, мы обнаружаем в памятниках литературы любого периода те же, блядь, свойства постмодерна, какие, собственно, приписываются мыслителям сейчас. Но это не говорит о том, что... Логические позитивисты не постмодернисты, это раз. И хайдегирианцы не постмодернисты. Всё, как бы, Джон Дайер. Вы проиграли. То есть вы проиграли, как говорится. Это не постмодерн. Этизация неверная. Это говорит о том, что разные локальные культуры, они могли в своём становлении проделывать те же самые этапы от премодерна к постмодерну через модерн. То есть у них тоже был свой локальный премодерн. Ну, это тоже уже меняет периодизацию, потому что у нас, как бы, внезапно появляется возможность того, что локально... Нет, просто у каждой культуры своя собственная периодизация. Локально может культура... Отдельный полис, например. На Западе постмодерн уступил раньше, чем на постсоветском пространстве, потому что на СССР постсоветское пространство, оно как бы в вакууме. Отдельный... Как можно соединить там, не знаю, два модернистических аспекта, логику и позитивизм, и при этом ещё ехать до гирянства, которые нейтральны к постмодернизму, и потом назвать это постмодернизмом? Джон Дой, что за хуйню вы несёте? Ну, например, отдельный полис в Греции, например, мог взять, преодолеть всё в пизду через модерны. Ну да, но эта классификация, как правило, не так выглядит. То есть её, когда преподают, как правило, её преподают, как вот Европа. Это для упрощения. Как вот Европа, она вот, собственно, всё прошла и пиздец. А остальное азиатский... Потому что студентам нужно за один курс объяснить, как это работает, поэтому преподаватель идёт на сознательное упрощение. Ну, а если надо объяснять, в принципе... Ладно. Абсолют Гейс пишет, я не очень понимаю разницу между феноменологией и эмпиризмом, ведь они оба топят за чувственный опыт. Феноменология исследует нечувственный опыт сам по себе. Блядь, на самом деле... Ой, господи. Откуда у Маркуса деньги? Что происходит, блядь? Сука удалена. Маркус. Ха-ха-ха-ха-ха, сорян. Маркус, что, блядь, происходит? Что это? Философия нового времени, Беккет, Декарт, эмпиризм и рационализм, основа науки. Окей. Посмотрим. Пиздец, что-то у Маркус меня удивляет, короче. Я охуеваю, откуда у него деньги? Маленький, короче, буржуй. Сейчас отвечаем про непосредственно феноменологию эмпиризма. Эмпиризм задвигает нам о том, что опыт достоверен. Из опыта мы получаем знания, и с опытом мы можем работать. То есть, все. Все знания, которые мы можем иметь, получаются из опыта. Я там уронил себе палку нахуй, короче. И, о, блядь, сила падения палки нахуй, короче, замечена. Соответственно, эмпиризм работает, все хорошо, все заебись. Этот предмет существует, я существую, вы существуете, мы, блядь, все существуем в идеальном там значении, да? Никаких вложенных там знаний у нас не существует, соответственно. Это один из главных тейков эмпиризма. То есть, никаких врожденных знаний у нас, блядь, нет. Все. Эмпиризм, заебись. О чем говорит феноменология? Ни о чем. На самом деле, она ни о чем говорит. Она заставляет работать с предметами, при этом очищая их от всех слов, от всех идей. Вы просто воспринимаете и воспринимаете, как воспринимаете. Это не чувственный опыт. Это просто феномены. Чувственный опыт подразумевает, что у вас есть органы чувств. Чувственный опыт подразумевает, что у вас есть мозг там, который чувствует. Там чувственный опыт много чего подразумевает на самом деле, соответственно. Феномен ничего не подразумевает. Вы можете находиться в мире абсолютных иллюзий и там так или иначе созерцать феномены. Вы когда спите, вы когда спите, вы созерцаете тоже, в принципе, феномены, не задаваясь значениями, вопросами об их свойствах, соответственно. Еще Гуссель, в принципе, занимавшийся феноменологией, упрекал ученых в их наивном эмпиризме. Эмпиризм и правда очень наивен по сравнению с феноменологией, потому что он делает очень много поспешных утверждений. То есть поспешных по отношению к феноменологии. Феноменология очень сдержана, по-хорошему, если так смотреть. Она очень сдержана, она не говорит о том, что есть что заранее. Она просто смотрит, как то или иное воспринимается. Все. Такс. Продолжаем. Речь идет о том, что каждая локальная культура, она проходила... Ну, если каждая локальная культура, культуры можно делить до бесконечности, соответственно. И каждая локальная культура внутри любой локальной там культуры проходила все, блядь, по-своему. И все очень-очень-очень по-разному складывалось. Хуйня получается. Локальные культуры бесконечным количеством способов. Да, согласен. И приписывать каждой из них то, что она прошла через все возможные парадигмы. Ну, да, да, да. Ну, ты исключительно это все анализируешь, именно поскольку ты субъект постмодерна. Потому что сама идея о том, что мы можем культуру делить до бесконечности, она только вот сейчас появилась раньше-то. И чё? Она появилась, блядь, сейчас. И что? Ну, то есть, смотрите. Любой тейк, любой вообще тейк, который выносится против постмодерна и вот этого разделения, он типа, блядь, постмодернистами называется постмодернистическим. Ух, господи. Кхм. Да. Это как если бы опровергая свой гомосексуализм, если вы пытались опровергнуть там свой гомосексуализм, например, и отвечали бы при этом таким образом. Ну, не, 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 я там не гомосексуалист, а вам ваш противник гомосексуалист говорит, вы латентный гомосексуалист. А, а, блядь. То же самое с маргиналом, ты, блядь, латентный постмодернист, понимаешь, ты постмодернист, блядь, маргинал, но латентный. Ты сам этого не осознаёшь, ты сам себя не причисляешь к этому направлению, ты так сам не думаешь. Большая часть твоих мыслей как бы не связана с постмодерном, но ты, блядь, постмодернист. Охуеть. Такой идеи не было. Нет. Поэтому ты просто продукт своего времени. Нет. Ты как бы пытаешься занять позицию над схваткой, но ты не можешь этого сделать, потому что ты просто продукт своего времени. своего времени. Нет, я могу это сделать. Нет, я могу это сделать, потому что для того, чтобы предположить, что я являюсь субъектом постмодерна, нужно заранее принять эту классификацию. Самая классификация, это именно то, что я отвергаю. Поэтому я не субъект постмодерна. Ну, это позиция страуса, который... Ну, то есть, на самом деле проблема, опять же, заключается в том, что, ну, довольно странно описано, ну, можно описать, я не знаю, ну, допустим, да, есть такие свойства, которые, в принципе, не свойственны тому или иному существу, но мы, блядь, их приписываем просто систематически. Этим сейчас Ежесармад занимается. Короче, он берет и приписывает непосредственно маргиналу те свойства, которые ему не свойственны. Охуеть! Плук в песок зашел, вы говорите. Нет, это позиция человека, который отрицает, как бы, циркулярные аргументы, потому что... Да, вот именно. Что за хуйня? Классификация, в которой присутствует постмодерн, она истина, потому что мы живем при постмодерне. Да. Ну да, охуенно. Ну, типа, это не аргумент. Да. Это не аргумент, да. Ну да, так это является абсурдом, именно потому что мы живем там, где мы живем. То есть это страшный сон, это анекдот, который несуществующий бог рассказывает сам себе. Да, да, да. На самом деле, анекдот, который несуществующий бог рассказывает сам себе, это как раз-таки жизнь, потому что этот мысленный эксперимент Декарта... Жизнь в эпоху постмодерна. Нет, вообще вся жизнь. Потому что как раз-таки мысленный эксперимент Декарта про демона с безграничной властью который там выдумывает все там законы природы и математики вокруг нас он как бы ничего абсурдного нет не голливуд ничего абсурдного в этом нет для того что такой демон есть это этот демон от миллионы лет эволюции которые в общем-то заставляют нас видеть да ир таким кода эти миллионы лет эволюции очень постмодернистично конечно и в общем-то его видим то есть то как мы видим мир обусловлено просто но тут ими придется с тобой не согласен или приказ а аргументация к авторитету к дугину который ну я не дугин правильно значит то есть сколько денег спасибо спасибо большое сколько много денег новые арендаторы понятно это это фильм что ли полностью о господи серьезно это фильм прямо спасибо большое агнес интересно надеюсь нас не забанят здесь ну на день наверное нет не должны я думаю посмотрим обязательно спасибо большое большое спасибо агнеса поленная тем через какие препятствия пришлось преодолеть нашим геном значит в ходе своей репликации кто такие эти гены я их никогда не видел короче что им там пришлось нашим геном преодолеть кто это такие как как они как они это преодолевали смысле миллионы лет и поэтому как бы в какой-то мере можно конечно дрочить на то что все иллюзия в какой-то мере она так и есть но это иллюзия которая представляет из себя значит следствие взаимодействия наших генов средой о все иллюзия который представляет взаимодействие наших генов со средой значит и сами гены которые мы воспринимаем являются иллюзией которые мы непосредственно тоже воспринимаем с помощью приборов которые все равно являются средством этой иллюзии взаимодействия нашей при на нас со средой да соответственно охуеть охуенно заебок охуенно обожаю эволюционистов пиздует правильно а хочет это разложу через призму культурных парадигм вот ты сказал что все иллюзия и отчасти так действительно и есть можно на это дрочить это собственно рассуждение с позиции субъекта постмодерна а что у нас а что у нас с индийской философии в которой все иллюзия без постмодерна стоило постмодерна постмодерна у нас предшествовал модерн к культурная парадигма а что у нас было в модерне плане вот этих вот представления об окружающем мире так проблема заключается в том если мы смотрим в разных лакси ролл пишет то есть подлинные только некие гены и все ну получается да такой генетический антологизм и убер маргинала получается неожиданно просто при том понимать в чем проблема если гены сами по себе тоже находятся внутри этого иллюзорного мира и мы их изучаем с помощью этого иллюзорного мира значит они сами тоже иллюзорные значит у нас получается полная хуйня с генами значит у нас нет никакого достоверного не знаю способа узнать что эти гены являются подлинными что они действительно существуют потому что они часть этой самой иллюзии о боже мой как же трудно об этом подумать то ну ну похуй конечно там логика нам нужна там p1 p2 p3 и по-другому никогда не разобрать не пожитохуёвая идея на самом деле просто логический цикл как бы ебучий но да ладно но но да ладно блять эволюция дарвинизм гены миллионы лет эволюции движение там от простого к сложному и прочее 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 то есть сих пор есть одно опирается на другое да и модерн он блин магомед спрашивает отходил кто там победил из самых влиятельных аристотель конечно победил аристотель нет аристотель победил аристотель цена достебется короче там победил аристотель как же собирается условия эволюции не делать никуда нет смотри речь не об эволюции субстанциональной речь идет о том что до определенного момента у людей не было представления о том что у них за плечами миллионы лет революции а потом это полный лет революции а вот смешная хуйня ставление появилось то есть люди осознали эволюцию как некий факт до этого у них не было этого осознания не знали что такое валют за этого не были другие теории эволюции на самом деле то есть до этого был провиденциализм не до этого был при этом древней греции первая теория эволюции она до сократа еще было да да действительно первая около теории эволюции было сформулировано еще до сократа учеником фолеса аноксимандром блять как это вообще блять может быть ебаные греческие философы предсказали эволюцию сформулировано там про то что ползали отдельные органы и собирались в организмы и те организмы которые были пригодны они выжили а те которые были уродами они подохли все то есть и в плане очень греки опередили свое время потому что видишь они придумали модерн ну то есть блять ну да как только мы находим какие-то несостыковки почти блять весь ебаный мир вокруг нас является несостыковкой для этой ебучей ебаной схемы ебучих блять культурных нахуй парадигм весь блять мир кроме ебучей европы является блять тотальной несостыковкой для этой хуёвой теории сама блять европа противоречит этой хуй хуёвой блять системе разделения но даже несмотря на то что блять все это нить никак блять не объясняется вот этой хуёвой блять теории для ебаных тупых карликов соответственно да все равно мы попытаемся это сделать ну значит они опередили опять пердили короче всех блять да опередили а потом запердили обратно короче вот такая вот хуйня блять вот так вот это все а нахуя тогда этой схемы все мои за нихуя не описывая ничего не описывает как все работает блять зачем она нужна просто ну вот нахуя вот просто нахуя что это блять не ну блять это же пиздец привет никита любой контрпример он будет любой контрпример он будет задним числом вписан в эту хуйню потому что так блять тут не надо нихуя в задним числом даже вписывать видно что я же сармат пиздобол короче он просто берет и пиздит просто просто пизду маленький маленький карликовый пиздобол короче я не знаю ну если еще не понимаешь ну так так и есть ты не можешь с этим спорить блять как спорить с этой хуйней здесь даже не с чем спорить ты просто сказал блять хуйню обосрался как спорить блять с тем что я же сармат обосрался да никак же истинно на самом деле до постмодерна не было никого модерна и премодерна это не отвечает принципу достаточного обоснования это вообще блять никакому принципу не отвечает это просто хуйня которая даже не работает если мы из парадигмы постмодерна пытаемся как-то понять то что было до него и мы не можем лакси ролл пишет 17 веке уже постмодерн был я чертал гаргантюай пантегруэля да кстати в том рейтинге ганди не было вообще вроде ганди кстати не было выйти из категории постмодерна у нас нет оснований считать что до постмодерна что-то было таким образом у нас смены культурных парадигм не было просто потому что постмодерн был всегда потому что ну а иначе мы нарушаем принцип достаточного обоснования и все то есть мы выдумываем кит парадигмы которые мы никак не можем нигде посмотреть да так что не ну это все просто не я против принципа достаточного обоснования но блять но просто проблема заключается в том что подтвердить существование этих парадигм в принципе вообще никак невозможно то есть проблема уже начинается даже на том уровне когда мы пытаемся описать с помощью этой системы то для для описания чего она предназначена то есть европейская культура мы уже здесь блять проблемами сталкиваемся ладно похуй на греков похуй на индусов похуй там на китайцев прям блять на индейцев короче плевать на всех да плевать на жителей там океане на 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 похуй на всех хотя бы блять только на европе сосредоточимся нихуя не работает ну то есть вот тут нихуя будут про настолько нихуя что вот даже вообще нет вообще никак круто постмодерн везде блять заебись не рабочая говно абсолютно но если бы это я выдумал это попытка это это просто попытка вернуть информационный подход без классовой борьбы нахуй нужен почему без класса можно из классовой борьбой тогда вообще заебись не я блять ежи короче марксиста окей поехали я думаю что лучше этот блять провиденциализм или хорошо слушаем диспенсейшн как он если мы откажемся от этой периодизации что чтобы нам писать в учебниках по культурологии понимаешь про штирнера блять прошеда штирнера про шпенглера пишите я не знаю про то энди и все пишите что какие-то долбоебы пишите что долбоебы писали когда-то про постмодернизм максим пишет ни одна периодизация не работает на сто процентов но как-то надо работать да нахуй надо вообще на самом деле на самом деле максим проблема в том что вообще дискурс периодизации вообще нахуй не нужен эта тупость это просто принципиальная тупость на самом деле по большей части особенно в данном случае ну вот просто ну вот вообще не работает эта тема не то чтобы не на сто процентов она вообще блять не работает. Она нахуй не нужна. Она ничего не описывает даже в Европе. Я думаю, учебники... Ну ладно, там типа, знаете, не знаю, древний мир и то там, знаете, с такой натяжкой. Древний мир, там, средние века уже более четко, да, можно нарисовать себе средние века. Потом там типа эпоха возрождения, потом новое время, определенные какие-то изменения начинают происходить. С этой концепцией в рамках Европы мы еще можем работать, понимаете? И потом современность, да, уже новейшее время современность. Вот в рамках такой схемы мы еще можем работать, потому что она просто накладывается на европейскую историю и в рамках Европы вроде бы какое-то описание действительно происходит. Конечно, на 100% оно нихуя не описывает, но есть определенная степень описательности в данном случае. Когда речь касается вот этой вот самой теории разделения на постмодернизм, модернизм, домодернизм, это все нихуя не работает. Даже в рамках Европы. И это плохо. Это просто, ну, это просто не... нахуя? По культурологии могут, значит, послужить примером перехода информации в тепло, блядь. Как бы очень стремительного, нахуй. Ну, а как же люди узнают про всякие дольмены, там, крольмехи и прочие вещи. А это археология? Ну, хорошо, ладно. Там, я не знаю, как они смогут отличать Босха от Питера Брейгеля старшего какого-нибудь. Понимаешь? Так они будут изучать Босха и Питера Брейгеля старшего. И будут их отличать. Это все. Теория живописи. То есть, ты предлагаешь культурологию раздробить на просто разные... Конечно, так смотри, разделение, разделение труда просто умственного. То есть, это важно, потому что тогда та часть старых... Те части старых дисциплин, которые были бесполезными, они останутся одни, да, без, вот, окружения всяких полезных более-менее вещей и подохнут. Вот так, в общем-то, и происходит это постоянно. То есть, берется там какая-нибудь там антропология. Она разбирается на составные части. Вот она и разобралась, эта антропология. Тибериус пишет, что Кровецкий на стриме с Василом дал интересную и всеобъемлющую характеристику феодализму в Европе. Эпоха, когда права были товаром. Может быть и нормально. Звучит интересно, на самом деле, действительно. Согласен. Антропология. То есть, она разобралась на популяционную генетику с одной стороны, археологию с другой стороны и социальную справедливость, блядь. Вот. И понятное дело, что наиболее полезная из всего этого социальная справедливость. Не, ну вообще, ты знаешь, я против отказа вот этой периодизации, потому что мой ролик про смену культурных парадигм на Ютубе, он где-то 50 тысяч просмотров набрал, поэтому нет, я протестую. А особенно будут протестовать, знаешь, люди, которые там докторскую защитили, там, культурологию. Поэтому, на мой взгляд, в вопросах образования рыночные отношения надо немного прикрутить, потому что рынок просто, он, блядь, порождает нахлебников в области высшего образования так, что никому коммунизму, блядь, не снилось. Это полный пиздец. Как бы, такого просто быть не должно, потому что высшее образование это индустрия, которая способна создавать спрос. Когда начинается конвейерное производство спроса для сбыта бесполезного говна, тогда рынок начинает, блядь, уничтожать общество. Не трансформирует ничего, ну, расхуяривает просто, что он захвачен будет в итоге сторонними силами. То есть, это, бля, в корне неверно. Местами местами рынок он приводит к полнейшей пиздец. Нет, тут проблема не в рынке, а именно вот в этой локальной сфере. То есть, она должна не спрос порождать, а только предложение. Вот в чем дело. Так, блядь, так это невыгодно. Выгоднее порождать, блядь, и спрос, и предложение. Магомед Али спрашивает, почему Дугин, заявляющий о постмодерне, как к конце времен наступление царства антихриста, если все обречено, все же строит всякие четвертые политические теории, а может потому, что он людей типа спасти хочет. Чтобы они не шли за антихристом. Разве нет? То есть, ну то есть, Дугин, может быть, пытается воплотить в себе, в своем течении, учении, так скажем, саму библейскую суть, в которой, ну все люди разделятся на два лагеря, те, которые там в ад попадут и пойдут за сатаной, и истинных людей, то есть русских, русских в данном случае людей, которые останутся с Иисусом Христом, да, и потом отправятся в рай, может быть, вот об этом речь, я не знаю, я на самом деле не знаю, у меня догадки здесь только, я не хочу Дуги начитать. Предположение. Нет, смотри, вот ты говоришь, проблема в рынке, но в действительности, это вот эти вузы, в большинстве своем, которые это все, санину ненужную студентам преподают за большие деньги, это же все из государственного бюджета, все финансируется. Не обязательно. Не обязательно вообще. То есть, Стэнфорд, Гарвард частный вуз, Ель частный вуз, Стэнфорд частный вуз. Ну и что, государство, не, они могут формально быть частными, но что там, государство не ненечтируется. Государство, ну, заказы от ваяшки, там кучу денег, оно всирает в это, в это говно как раз и все. То есть, это проблема именно в государстве. Не, я, я буду как анкар. Не, ну тут сложно, тут на самом деле реально сложно, потому что науку и университеты поддерживают очень сложными образами все. Всирает не в эти предметы, то есть, оно всирает, мы ставим, то есть, ну, бывает. Лакси Ролл пишет, я тоже верю в библейскую эсхатологию, но не верю в постмодерн, это нормально. Заказы от военки какие-нибудь, вот это вся хуйня. Более того, то не просто нормально, это как раз обычно. Нет, то есть, атомную бомбу разработать. Ну, хорошо, сколько в мире частных вузов, сколько государственных. Нет, мы сейчас не будем, я согласен с тем, чтобы почитать огромное количество государственных вузов, и в особенности почитать кредиты, государственные кредиты на образование. Ну, я хуй знает, я здесь, наверное, не согласен. Ну, просто, если русские вообще не будут получать образование, в высших заведениях, то у нас пиздец какой-то может начаться, серьезно. Ну, на самом деле. У нас и так довольно агрессивная молодежь, и не только молодежь. Молодежь, то есть, мои современники, когда были молодые, почти все были, блядь, агрессивные, сволочи. потому что это просто способ для вузов объебывать налогоплательщиков на деньги. То есть, это важно. Не, но на образование выделяется не так много денег, как, например, на военку. В рай, вражки-то, вражки, например, да? Ну, то есть, вражки на военки наебывают людей на деньги. Можно сделать, но проблема в том, что вузы в какой-то момент все равно разрастаются, даже частные, и начинают сами создавать спрос для своего предложения. Я согласен с тем, что это нужно контролировать, но ключевой момент здесь в том, что нужно сами... тоже Тимоти, ой, Тимоти тоже, да, нормальный аргумент считаю, нормальный. Пойдет. Тудентов, их, как бы, объяснять им, что вот ты отучился там на какую-нибудь там танцевальную, лесбийскую медитацию, а кем ты будешь работать после этого, особенно если ты еще кредит берешь на получение такого образования, или ты там изучаешь историю рок-н-ролла, там, пять лет, что ты будешь делать дальше? Ну, То есть нужно просто, чтобы люди более ответственно подходили к вопросу выбросового образования. агрессивный, потому что хотели пиздить всех, кто там им не нравится. Да, огромное количество агрессивных людей в России. Если они не будут образование получать, то они будут пиздить людей. Ну, как Тесак, например, помните Тесака, да? Умер такой чувак. Потому что это всегда работает, надо просто рассказать людям, что они не правы, блядь. Нет, нет, это как комплекс, понимаешь, это как один из элементов, не то, что они не правы, а то, что они просто с пальцем в жопе будут сидеть потом, после образования, с кучей долгов, понимаешь? Ну и пусть. И чё, так они же коммунизм. Блядь, а так бизнес крупному... Заметьте, я до сих пор пока что никого не отпиздил из вас, ребят, понимаете? Вообще ни одного из вас, ещё никто из вас не отпизжен, заметьте. Хотя вы уже заслужили, честно скажем, честно скажем, да, заслужили. И всё это, и всё это благодаря, благодаря моей кандидатской степени. Если бы у меня не было кандидатской, если бы я не стримил, я бы реально, я бы выезжал, выезжал, короче, и искал бы вас вот с той палкой железной, чёрной, помните, да, а так нет, всё хорошо. Бизнес-то выгодный, чтобы они хотели строить кому-нибудь. Лакси Ролл пишет, я же всегда абсолютно нерабочая теория, есть такое. Понимаешь, в чём дело? Понятно, нет, тут уже включается теория эвкалипта. Я, понимаешь, я не говорю о том, что просвещение людей, это панацея от всех болезней. Я считаю, что это должно быть в комплексе просто, что с одной... Но с другой стороны, понимаете, моя кандидатская сделала всё, чтобы я не мог до вас дотянуться, ребят. Поэтому, видите, как хорошо высшее образование, всё из-за высшего образования. А вот профессор Соколов тоже никого не расчленил, ну, просто человек оказался слишком быстро, близко к нему. с другой стороны, нужно чикать вот эти вот государственные вузы, которые деньги налогоплательщиков тратят на то, чтобы из детей этих налогоплательщиков вырастить, блядь, могильщиков капиталистической системы. С другой стороны, нужно делать так, чтобы эти вузы, они сами произвольно там не пытались формировать какой-то спрос. И в-третьих, да... Это уже ограничение рынка, пиздец какое, то есть, это моя позиция. Я всё-таки не анкап, окей, хорошо. Это моя позиция уже получается. Я не против твоей позиции, потому что я не анкап. Вот. А в-третьих, нужно студентов, которые, ну, среди этих студентов, по-любому, какой-то процент неполных идиотов, да, и люди, может быть, кто-то из них не спустит свою жизнь, там, коту под хвост, после того, как задумается над тем, что, да, действительно, вот я иду учиться на эту специальность, а кем я потом буду работать всю оставшуюся жизнь. То есть, люди просто должны более ответственно подходить к своей жизни. С 36 до 59 ссылка удалена. Без комментариев, короче. Я охуеваю. У Маркуса сколько денег-то завелось, смотрите. Кажется, реально Маркус на работу устроился, чтобы мне донатить. Охуеть. Что происходит? Вы, вы, короче, я не знаю, кто-то, кто-то из людей берет и... подписывается вашим именем, Маркус, может быть? Я серьезно, я не верю. Что происходит? Да, что вот ты молодой человек, тебе кажется, что у тебя там времени неограниченное количество, но на самом деле время... Понятно, Маркус. ЗП отдали с прошлой работы, круто. блин, жесть, я в шоке. От кого мы не ждали денег, так это от вас, Маркус, серьезно, огромное спасибо. и если ты сейчас заруинишь что-то очень важное в своей жизни, то вся твоя дальнейшая жизнь, она тоже пойдет под откос. Ну, просто то, что ты считаешь, что эти люди действительно не могут найти работу, это по большей части Вунжденкена, опять-таки. Потому что в современной, опять-таки, капиталистической структуре создаются рабочие места именно под людей, которые, собственно, отучились на... Ну, это уже не совсем... Активист. О, киберпанк перенесли, и хорошо. У меня впереди еще много игр, так что я... Такие специальности вполне себе, и там... Ну, просто, ну, нет такого, что люди отучились на социальную справедливость, грубо говоря, да, ну, то есть, дохуя этих специальностей, и сидят без работы просто миллионы людей. Да нихуя подогнал. Ежесосет хуй снова. Не, ну, тут просто такое дело. Я думаю, люди, которые поступают на те специальности, в которых они зарабатывать не будут, но они понимают это, они знают об этом. Это, чаще всего, осознанный выбор. Спрашивают, гуманитарии тупые? Нет, гуманитарии круче технарей. Ну, сейчас при ковиде... Ну, я не гуманитарий, правда, да, да. Такой взлом, когда подготовили массу этих преподавателей. Так это план, потому что, так это план. А потом они, да, 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 просто система рухнула, и все эти специалисты оказались не нужны. То же самое с этими воинами социальной справедливости. Вот сейчас их обучают. Че рухнет-то? Че рухнет-то? Капитализм рухнет, что ли? Да не капитализм рухнет, просто может быть, там, знаешь, какая-нибудь идеология поменяется, что там, типа, вся-вся эта система социальной справедливости нахуй не нужна. Или, допустим, знаешь, как... Рухнет-то нечем. Я тебе объясню, нет, я тебе объясню. Я тебе объясню, я тебе объясню, блядь. Поменяется. Да, да, нет, ну как совка нет, у вас уже есть совок. Не, ну, блядь, маргинал, конечно, ну, то есть, смешной молодой человек, честно скажем, убер-маргинал, общается с каким-то карликовым долбоебом, который несет постоянно какую-то хуйню дикую. И при этом нет, Ежи Сармат не глупый, а вот Шадов тупой шиз, как бы скучный, вообще пиздец, нахуй. Нахуй Шадова, да? А вот Ежи Сармат заебись, например. Охуенно. Ну да, это... Дело в том, в том, что смотри, сначала вся эта культура идиотская, она воспитывала феминисток второй волны, которые тоже там продвигали всякие свои идеи, там писали книги охуительные. А сейчас они тоже все не нужны, потому что выяснилось, что они все трансфобы теперь, блядь, с точки зрения охуительного феминизма третьей волны. Сейчас, соответственно, готовят уже в высших образовательных учреждениях феминистов, там и феминисток третьей волны, которые там интерсакциональная теория, они все это говно изучают пять лет. Ну а завтра, блядь, четвертая какая-нибудь, блядь, пятая волна появится. Которая разъебывает карликов. Просто. Видишь карликов, бей в пах, короче, ему. Вот такая волна. И эти все ребята, они тоже не у дело окажутся своими знаниями. Ну, заебись, что дальше? Все на обочине, на рынке труда. Ну, все, трагедия, миллионы жизней загублены. Ну, клево, Ежи Сармат любит такое. Ну, ок. Опять-таки, рынок сам по себе это не порешает. Ну да. Так я же с тобой спорю, не с позиции рынок порешает. Я не Анкап, алло. Солдат, война закончена. Не, ну, наш спор начался с того, что моя позиция была, что рынок в вопросах выше в образовании не спорит. Нет, до пяти минут. Утешательство, вопросы рынка. Я просто говорю о том, что помимо того, что из-за рынка эти вузы сами формируют, блядь, спрос. Значит, они только предложения. Есть другие проблемы всякие. Эти проблемы связаны с тем, что есть огромное количество госвузов, где эта, блядь, хуйня финансируется из бюджета. И, кроме того, есть огромная масса людей, которые просто не думают о своем будущем. Поэтому они и безответственно под... Может быть, они просто думают о своем будущем, но, блядь, не так, как это хочет Ежи Сармат, например. Ну, то есть, я думаю, человек, который поступает на художника, человек, который поступает на режиссера, человек, который поступает на актера, наверное, даже, человек, который поступает на филолога, на философа, на... Наверное, даже лингвиста, по большей части. Вот все эти люди, наверное, по большей части изначально понимают, что большинство из них, большинство из их выпуска вряд ли найдут работу по специальности. но при этом им хочется им очень хочется заняться той или иной деятельностью в чем проблема то в чем как бы в чем проблема я не понимаю отходит к выбору джон до и у нас есть например джон до и да вот сидит у нас жан до и у него блять музыкальное образование музыка музыкальная блять не про не просто знаете не просто музыкальная то есть он не учился играть там не знаю в метро на скрипке не учился играть метро теория музыки теория музыки магомед алиф пишет сам сармат поступил на психолога ну потому что ему интересно видимо психология понимаете так же как джону до и интересно музыка например и теория музыки также как кому-то интересно литература кому-то другому лингвистика интересна, соответственно. Представляете себе, такое может быть. И некоторые люди рассчитывают на то, что они смогут найти себя, может быть, в этой специальности или как-то применить навыки из данного образования в своей жизни или работе. Вау! Ничего себе, блядь! Ух! Как сложно, блядь! Какие сложные трюки из шадов здесь исполняют, да? Не всем дано понять, наверное. Ну, то есть, по-моему, это настолько очевидно. В этом я говорю. Это не отвергает твои слова, это не опровергает твои слова, это дополняет им. Потому что это некие дополнительные факторы в обществе, которые делают только хуже людям. Ну да. Ну вот, в Big Country хочет поступить непосредственно непосредственно в лит институт на литературного работника. Круто. Но почему нет? Почему нет? Понимаете, почему? Почему бы и нет, как бы? То есть, человек сам распоряжается своей жизнью, как он хочет. У него есть свои интересы, и он, согласно этим интересам, определяет, как он хочет жить. Так даже круче, так интересней. Ну, допустим, да, у него была там мечта, допустим, в жизни, и в итоге он там неправильно все разложил авторитеты, стал там филологом, а потом начал работать в Макдональдсе, спился и сдох. Ну, это был его выбор, соответственно. Он все решил сам здесь. Решил сдохнуть в алкоголе, решил. Но не все же подыхают так, правильно? Ну, некоторые находят выход.